Служить с честью и достоинством. Семь административных госслужащих региона приняли присягу. Более опытные их коллеги получили награды к юбилею Конституции. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. В зале госслужащие молодые и опытные специалисты. Первые заметно волнуются. Через несколько минут они дадут клятву верно служить своей стране и ее народу. Прежде чем приступить к церемонии присяги, получают напутствие от старших коллег. В соответствии с законом Республики Казахстана государственной службы, все государственные служащие обязаны приносить присягу в порядке, утвержденным президентом Республики Казахстан. Сегодня, в канун государственного праздника, Конституция Республики Казахстан принимает присягу граждане нашей области, впервые поступившие на государственную службу и назначенные на административные государственные должности корпуса Б. И вот за трибуной те, кто сейчас примет присягу. Торжественно клянусь соблюдать конституцию и законодательство страны. Добросовестно и профессионально служить народу. Выполнять профессиональные обязанности обещает и Султанбек Маркенов. В Управлении предпринимательства и туризма выпускник Евразийского национального университета имени Гумилева работает с февраля. Сегодня для меня особенный день, вступаю в ряды госслужащих. Я очень рад, потому что это знак доверия со стороны народа и государства. В последнее время большое внимание уделяется со стороны президента, то есть реформируется наш госаппарат. Сейчас у нас есть задачи по развитию предпринимательства и туризма в нашей области, в наших регионах. То есть есть задачи, поставленные в послание президента. Мы стараемся их реализовать и сделать все, чтобы наша область динамично развивалась. Более опытные специалисты сегодня получили нагрудные знаки к 20-летию Конституции. Стараюсь в своей работе, конечно, быть всегда, как это требует того, этический кодекс, закон о государственной службе, быть всегда вежливым, внимательным, ответственным сотрудником и, конечно, помогать нашей молодежи. В Северном Казахстане 23 управления, свыше 30 территориальных департаментов, в которых трудятся около 5000 человек. Ирина Панфилова, Михаил Казначеев, Новости МТРК.